С Великим Постом В Великого канона преподобного Андрея Критского и житием туда же включается Святой Марии. В воскресенье мы вспоминаем преподобную Марию Египетскую. Еще есть день представления в церковном календаре. Это 14 апреля. Почему церковь включила ее образ в святые дни Великого Поста? Ну, действительно, из всех угодников Божьих и мучеников, и преподобных, и святителей была избрана на эту неделю память преподобной Марии Египетской. И она в общем-то здесь вполне логична, так как она была Великой Постницей после того, как обратилась ко Господу. Она ушла в пустыню и жила там с молодости до старости, до смерти в пустыне. Жила практически неизвестно даже чем питаясь. То есть это Великая Постница была. Ну, как, наверное, пророк Иоанн Претечи наверное, тем же самым питался. Илья пророк, Иоанн Претечи, другие ветхозаветные пророки тоже постились. Но вот такая жизнь, конечно же, не каждому дана, и не у каждого есть сила на такой великий подвиг самосмирения, поглощения естества телесного духовным управлением. То есть мы здесь обретаем опыт и пример для подражания. И поэтому Святая Церковь на этой неделе показывает, кем она была и кем она стала и как она стала Великой Угодницей Божией, которая в молитве возносилась на метр от земли, то есть она в воздухе молилась, которая знала и прошлое, и будущее, которая, не умея читать цитировала Священное Писание и, в общем-то, могла пройти по воде, она через реку Иордан прошла по воде, как по суху, просто перекрестив ее, как будто по мостику перешла Иордан. То есть это то, что она достигла в конце своей жизни. А начинала она с того, что была Великой Грешницей в египетском городе Александрия, которая зарабатывала на жизнь, ну, как сейчас называют, проституцией. То есть она была блудница со своего такого малолетнего возраста. И удивительным образом Господь ее призвал, и она преобразилась, став ангелом. Ну, если коротко, о житии расскажите. Не все же бывают в храме, да? Ну, о житии ее, я уже начал говорить, да, в городе Александрии она жила, зарабатывала блудом и соблазняла людей на это, то есть проституцией, как сейчас это называется. И мало того, что она, это было ее, так сказать, денежное довольствие, пропитание, ей это еще и нравилось. То есть она с азартом, так сказать, относилась к своей профессии. И в один из дней, когда праздновалась память креста животворящего Господня, креста, когда его воздвигают в Иерусалиме, в церкви, она увидела, что множество народа идет на пристань, на корабли садятся и куда-то отплывает. Она спросила, куда такое количество народа сейчас вдруг все решились плыть, ей ответили, что на праздник крестовоздвижения в город Иерусалим, в храм Гроба Господня. Она решила с ними также поплыть, заинтересовалась этим, но ее больше заинтересовало количество народа, среди которого она могла, так сказать, предложить... И мужчины там, наверное, были, да? Да, много мужчин было, и она среди них думала как раз поживиться, еще подзаработать своей профессией, да. Когда они, собственно, она и оплатила поездку на корабле тем же, так сказать, что она могла делать. Когда она приплыла в Иерусалим, то есть, пришли они в Иерусалим, то она также со всем народом шла в Иерусалиме уже к гробу Господню, в храм его, но на пороге этого храма она вдруг была остановлена неизвестной для нее силой, то есть, она видела, что все люди входят, а ее вот что-то не пускает. она была отброшена, встала, опять пошла, опять была оттолкнута от дверей храма, и третий раз, и только с третьего раза она поняла, что Господь ее не пускает в храм за ее греховность. Осознав вот такое удивительное действие Божьей силы на нее, да, и отречение ее, невозможность приложиться к кресту, она поняла, что в каком состоянии она находится, что Господь ее даже здесь в этом мире плотском, земном отвергает, что же будет с ней после смерти. Осознав это, она упала в рыданиях, а рядом была иконочка Пресвятой Богородицы, это дворик перед храмом гроба Господня, там икона Пресвятой Богородицы находилась, она упала перед ней на колени и стала молиться Матери Божией, чтобы та допустила ее до креста Господня, чтобы и она также приложилась к этой великой святыне. И причем вот этот предел Марии Египетской он сейчас, есть вот там дворики перед входом в гроб Господень и паломники, которые туда приходят, знающие, они вот там молятся и Марии Египетской. и икона Богородицы также в другом пределе находится, которой молилась Мария Египетская. То есть все это до сих пор сохранилось, память об этом событии. И когда она так помолившись, в очередной раз подошла к дверям храма гроба Господня, ее уже никто не оттолкнул, она вошла, приложилась к кресту, и с этого момента она решила изменить свою жизнь кардинальным образом, она решила уйти в пустыню, потому что она понимала, что здесь, в этом мире, она не сможет удержаться от страстей, которые набрала огромное количество, и они уже вошли в привычку, в естественное состояние ее жизни. Поэтому она ушла в пустыню, чтобы спрятаться от людей, и чтобы перебороть в одиночестве те страсти, которые в ней кипели. Так она сама потом рассказывала старцу Зосиме, который, собственно, и нашел ее в пустыне, это один из монашевствующих, который во время Великого Поста уходил в пустыне помолиться, хотя все остальное время жил в монастыре Янно-Притеченском рядом с рекой Ордан. И она ему уже рассказала всю эту историю, откуда мы, собственно, и знаем о ней, а он уже ее описал. Так вот, она говорила, что 17 лет ее эти страсти блуда и прочие страсти грызли, как дикие звери. Днем и ночью она в пустыне мучилась, страдала, а пищей ей на первое время был хлеб, который она взяла, а воду она уже там где-то искала на камнях, на растениях, как росу, или, может быть, в Иордане обретала питье. Одежда на ней истлела за эти десятки лет жизни в пустыне, то есть она нагая была в пустыне и старец Зосима, прежде чем с ней так сказать переговорить, он оставил ей свою мелодию, то есть накидку такую оставил, отвернулся, она ее на себя накинула и после этого она с ним могла говорить свободно. Соответственно, она попросила ее причастить, что, собственно, старец Зосима сделал, но уже на следующий год, когда он пришел в пустыню, она была найдена им умершей. Вся эта жизнь, которая в ее жизнеописании рассказана нам, она является нам, конечно, величайшим уроком милосердия Божия, и те слова, которые мы читаем в Священном Писании, «не хочу смерти грешника, но я же обратиться и живу быть ему», то есть это сам Господь говорит через пророка, вот здесь мы это ярко видим, что Господь не хотел смерти этой блудницы, и он ее, даже вот так отвратившись, казалось бы, от нее, не пуская ее в храм, он ее привел к покаянию глубочайшему и к святости. И в конце своей жизни она достигла величайшей святости, она была и прозорливая, она и ходила по воде, она и молилась как ангел в воздухе, не на земле. Она и имя старца знала? Да, в этом прозорливости как раз ее обнаружилось, что она назвала его по имени, сказал, ты оттуда-то, вот там живут такие-то монахи, и сказала даже передать настоятелю монастыря то, что нужно сделать в монастыре для улучшения жизни монахов, духовной жизни. Хотя она ни разу там не была, из пустыни она никогда не выходила, и уж тем более с Зосимой она никогда не встречалась до этого. то есть Господь ей все открывал. И вот мы видим, что Господь каждому из нас, из грешников, а все мы грешники, относится как к своему собственному ребенку, и принимает его в покаяние в любой момент его жизни, как только он покается. Ну и здесь мы видим также, конечно же, действия величайшей веры Марии Египетской в то, что Господь промыслит о ней даже в пустыне и защитит ее и от диких зверей, и от болезней, и от зноя пустынного, и от холода ночного, и, собственно, от жажды, то есть вот и накормит, и напоит, и защитит. Только веруя в такой промысел Божий о себе, она смогла уйти в пустыне. Неверующий для него это он бы забезумеет посчитал, он сказал бы, да я умру там через неделю, вы меня найдете просто высохшим, потому что без воды человек не может и неделю прожить, да, без пищи, ну, где-то около месяца, а без воды за неделю человек умирает. Вот она с собой не взяла ни пищи, ни воды, и тем не менее Господь ее сохранял десятилетиями в пустыне. Почему Господь нам приводит в пример именно блудницу? И даже мы читаем эти, например, святые жизни, да, старца, святой жизни, и то не сирает, я блудный и грешный. То есть блуд это каждому нам присуще. Дело в том, что, во-первых, это одна из страстей, с которой каждый борется, и каждому она знакома в той или иной степени, в той или иной образе. Во-вторых, то, что блуд, он очень, ну, он открыт. Вот если гордость, ее очень трудно увидеть, да, в человеке. особенно если сам человек в себя смотрит, то ему очень трудно в себя найти гордость. А блуд, он ярко виден, потому что это плотской грех, это внешний грех, не внутренний, не духовный, и он является, ну, таким стыдным грехом. То есть даже неверующие, даже миряне понимают, что блуд – это плохо. Потому что тем более верующий человек, он понимает, что блуд – это плохо, и поэтому здесь вот так, на этом примере очень ярко все было показано Господом. Кроме того, блуд влияет на внутреннее состояние души человека, ну, противоположность блуду – это целомудрие, да, цельное мудрование, то есть целостность человеческого естества. Что в этом, так сказать, заложено, какой смысл в целомудрие? Это, конечно же, ну, внешнее воздержание от всех страстей и внутреннее мудрование целостное, то есть по заповедям Божьим, то есть где человек все, что ему Господь говорит, он старается все исполнить, и в этом он целостен. Он не говорит, вот здесь я исполню, а вот здесь не исполню. Уже двуличие появляется, как только человек начинает говорить, что вот это я смогу, а вот это я не буду. То есть блуд – это не только телесная страсть, да? Оно еще и внутренне имеет составляющую, и эта внутренняя составляющая, она является, конечно же, тоже тонкой и малоразличимой. То есть слово «заблуждение», да, оно как раз от блуда, то есть мы заблуждаемся в каких-то моментах? Да, это тоже происходит от корня блуд. И мы заблуждаемся лишь тогда, когда не опираемся на заповеди Божии. То есть когда мы опираться начинаем на свое мнение, на свои чувства, на свои желания, на свои прихоти или страсти, тем более, то мы обязательно попадаем в неприятную ситуацию. Ну, в этом вы можете убедиться на примерах огромного количества судеб семей разрушенных или людей, как бы были, то есть они вот живут всю жизнь в одиночестве, хотя у них множество было каких-то таких возможностей создать семью, но они ее не создавали, а предпочитали от одного к другому человеку переходить, просто удовлетворяя свою страсть. То есть человек, живущий для удовлетворения страсти, он ничего доброго создать не может. То есть, он считается, животными инстинктами живет. Фактически, да. Здесь можно сказать, что человек вместо равноанглийского естества своего он избрал животное естество и стал жить как кошечки, собачки, козлики и прочие, так сказать, животные. То есть он зачеркнул в себе ту часть, высшую часть естества, которая должна была им управлять, равноанглийская, богоподобная. он это отринул, сказал, что мне нравится быть животным, я буду есть, спать, блудить, ну и все, и больше мне ничего не нужно от этой жизни. Конечно же, это деградация, конечно же, это уничтожение, богом заложено в нас таланта, словесной души, и, конечно же, за это придется отвечать. В день, да, преподобных Марии Египетской и в память ее, да, в воскресенье на литургии предлагается отрывок из Евангелия от Луки, глава 7, стихи 36 по 50. Предлагаю прочитать, потом дальше продолжим разговор. Пожалуйста. Послушаем Евангелие. Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисеев, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей. И целовала ноги его и мазала миром. Ведь это фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе, «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал, «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит, «Скажи, учитель». Иисус сказал, «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой – 50». Но как они не имели, чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его? Симон отвечал, «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему, «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону, «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому, сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал, «Прощаются тебе грехи». И, возлежавшись с ним, начали говорить про себя, кто это, что и грехи прощает. Он же сказал женщине, «Вера твоя спасла тебя, иди с миром». Ну, как мы видим, такая прямая связь между преподобной Марией Египетской и этой женщиной. Да, там блудница, тут блудница, то есть не зря это Евангелие читается в память Дня Марией Египетской. Конечно же, и здесь мы видим то же самое отношение Господа к блуднице, что и в случае жития Марией Египетской. То есть тут тоже Господь ее не отринул, а принял ее и даже дал прикоснуться к себе. И даже похвалил ее, что «Вера твоя тебя спасла». И в какой-то степени он ее больше возлюбил, судя по этой притче, которую он сказал, чем того фарисея Симона, который пригласил его в дом, который не был блудником, который не был таким грешником, который ходил в храм, молился, давал жертву в храм Господний Господу, но который был гордец и который, видите, как к Господу относился холодновато. То есть он к нему, то есть не то, что он не поцеловал его, мы видим из этого повествования, что… Это какой-то особый ритуал был в этих действиях? Ну, это, да, при встрече с любимыми, с почитаемыми, с людьми, которые тебе дороги, дорогими гостями, высокопоставленными особыми, то полагалось их поцеловать и пригласить в дом. Он пригласил в дом, но целования не дал, как мы видим из повествования. И в этом плане он был даже преуменьшен его достоинство в глазах Господа, чем у этой женщины блудницы, повторюсь, грешницы. Зачем же он вообще пригласил в дом Господа? Симон-то? Я думаю, во-первых, Господь был у всех на слуху, и если даже Ирод хотел увидеть Господа и с ним побеседовать, и Пилат, то все люди хотели посмотреть, полюбопытствовать. Может, какие чудеса покажут. И вдруг что-то он еще и покажет интересное, так сказать. Ну, то есть в какой-то степени это было просто любопытство, я думаю. Хотя, я думаю, здесь была какая-то часть веры. Еще видно, что он колеблется. Да, учитель его называют. Да, то есть у него есть и положительные отношения ко Господу, но есть и такое все-таки дистанцию держит. предохраняющее от близости дистанционные отношения. Ну, вдруг чего не так. На всякий случай я предостерегусь. И вот с одной стороны все-таки я минимум расположение покажу, приглашу в дом, накормлю и все такое. Но с другой стороны я вот не буду его слишком приближать к себе. Тем более, он еще, да, какие у него мысли-то. Так, значит, он не пророк. Об этом он, получается, проверял его. Он смотрел на него и проверял и делал какие-то выводы. Пророк он или нет, да. То есть мы видим, что Господь в этой ситуации он еще и Симона укрепляет в вере на примере вот этой блудницы. То есть мысль его в слух говорит. Да, то есть он пророчески говорит, и показывает, что он видит даже мысли твои, Симон. Я вижу, что ты делаешь что-то, делаешь это, говоришь что-то, мыслишь это, и через это Господь не обличает его, а старается укрепить его в вере в себя, потому что через эту веру Симон и спасся. То есть только таким образом, наверное, он мог бы лишь, Господь мог бы войти к нему в сердце, то есть через это. А как женщина вообще попала в дом? Получается, что она не очень-то была и приятна хозяину? Ну, скорее всего, хозяин просто открыл входные двери своего дома для всех желающих, но, конечно же, он приглашал только Господа и его апостолов, а женщину он не приглашал. Она сама уже вошла, она сама искала встречи с Господом, она сама ощущала вот это внутреннее горячее желание возрыдать у ног Спасителя и попросить у него прощения за свои грехи. То есть настолько ее совесть обличала, настолько для нее это было мучительное состояние греховности, что она пришла с этой бедой своей греховной ко Господу для спасения своей души. Что Господь, собственно, и увидел и принял ее в ее в глубоком покаянии, слезном покаянии и простил и принял в общении. Алавастровый сосуд, который стал камнем преткновения для Иуды, да, и у других ингредиентов они говорят, что и другие тоже апостолы начали говорить. Зачем такая трата? Что это за алавастровый сосуд с миром? Ну, действительно, это было очень дорогое удовольствие, скажем так, мира. В другом месте читаем, что Иудовасклина там 300 динариев стоит этот сосудик, и просто так вот его... Ну, зачем такая трата-то? Просто так тратить ради чего? Ну, а здесь... Ну, во-первых, что такое алавастр? Это гипс. Это такой белый. Он сейчас присутствует в наших строительных каких-то работах гипс. Но тогда из гипса делали сосуды, ну, как бы сказать, одноразовые сосуды, да, те, которые многоразовые, они делались из глины, обжигались и были долговечны. А гипсовые одноразовые, ну, как мы сейчас полиэтилен там или пластик используем. То есть надо было разбить, наверное, да, горлышко это? Да, он крошится, гипс, то есть его при вскрытии он разбивается, и потом используется его содержимое, а сам он выбрасывается. Выбрасывался на тот момент. Соответственно, алавастр – это гипс. Название был такой город лавастром, как-то так он назывался, где добывали этот гипс, где-то в Египте это происходило. И поставляли оттуда же эти сосуды по всей Римской империи. Мира, который был наполнен, которым был этот сосуд, это основа оливкового масла, в него добавлено от нарда есть такое растение, сейчас произрастает сок его, смола, которая очень благоуханная. Она растворяется в оливковом масле, и получается само масло очень насыщенно, ароматное такое. Туда же добавляются еще и другие растения, которые придают еще более аромат этому маслу. Вот что такое Мира. Она использовалась, ну как сейчас духи используются, для помазания головы или лица, или частей тела. Здесь мы видим, что эта женщина не дерзнула возлить Мира на голову Господу, она его лила на ноги. Хотя для богатых людей Мира использовалась для возливания на голову, на лицо. Здесь, наверное, тоже такая связь есть, можно вспомнить Тайную Вечерю, когда Господь омывал ноги ученикам, а свои получается у него ноги-то не омытые, а здесь получается как для нас такой вот знак, чтобы мы омывали ноги Господа слезами. Ну, омывала ноги-то она слезами, отирала волосами, а миром она возливала мир на ноги его, то есть она после омытия их, она их еще и таким вот богатым маслом намастила, скажем так, намащивание, слово намащивание, то есть чтобы они еще и благоухали ноги Господа, и таким образом она показывала высоту, так сказать, того, перед кем она стояла на коленях, то есть она понимала, что это не простой человек и не пророк, а что-то большее, сам Господь перед ней находится, и для него она не пожалела даже этого дорогого сосуда с миром. Ну, и, конечно же, для нас это является также таким намеком на то, что и мы должны омывать свои грехи своими слезами, и эти слезы будут падать уже на ноги Господа, то есть мы, когда молимся Господу, мы как бы стоим пред престолом Божиим и возливаем свои слезы покаяния на его ноги, через что и мы можем последовать путем этой грешницы, что и нам Господь также скажет прощаются тебе грехи. А сколько вообще всего было женщин, помазавших ноги, ноги, наверное, главу Господа, мы же читаем там, что и сестра Лазаря, Марфа, Мария, то есть тут грешница, блудница, а здесь женщина благочестивая. Некоторые говорят, еще Мария Магдалина была. То есть все евангелисты описывают возлияние? Да, три раза вроде как такое описание есть, значит, вот эта женщина, потом Мария в дому Лазаря четверодневного и еще одна женщина в дому Симона Прокоженного, отца Лазаря четверодневного. из-за этого некоторые говорят, что это была Мария дважды таким образом упомянутая, а некоторые говорят, что это другая женщина была, кто-то говорит, что это может быть Мария Магдалина была, из которой семь бесов Господь изгнал. То есть мы здесь только про одну знаем точно, что это была Мария, сестра Лазаря и Марфы. А двух других по именам мы не знаем их. Что в сегодняшнем Евангелии говорят, мы не знаем, как ее звали, что вот третий раз тоже мы не знаем, точно не знаем, хотя предполагаем, что это... И в разный период описывается, когда вот они... Да, это было несколько раз, потому что... То есть здесь в середине у нас наш случай, да? Да, это где-то в Галилее происходило. Мария, Марфа и Лазарь жили в Вифании, и сейчас там есть место где встретила Марфа, сестра Моя и Господа, когда Лазарь был четверодневен во гробе лежал, и этому месту можно сейчас приехать поклониться, где их дом находился, то есть это сейчас известно. Ну и дом Семенопрокоженного также был в Иерусалиме, поэтому вот три места Вифания, Галилея и Иерусалим. Ну вот эта история, она тоже нам немножечко напоминает, вот здесь у нас фарисея и блудница, а мы недавно с вами, да, и Великим Постом тоже читали притчу, когда фарисей и мытарь, вот тоже такая аналогия. Ну мытарь, да, тут же блудница, грешница, там мытарь, грешник, который обворовывал других людей, и там так или иначе их расхищал ихние какие-то прибытки или обманным путем, или, может быть, каким-то, значит, грабежом, то есть запугиванием, и поэтому он был великий грешник, как он сам себя ощущал, поэтому и молился так, Божьей милости будем не грешному. А фарисей, что там, что здесь, в общем-то, одинаково себя ведет, он считает себя праведником, он считает, что у него хорошо, что пред Богом он чист и, в общем-то, особо кается не в чем. И смотрит на грехи других. Да, а так как он чист, он считает себя достойным того, чтобы осуждать других, стать судьей для других, то есть он может указывать на грехи, на ошибки других, и тот с мытарем, который молился в храме, говорил, ну, хорошо, что я не такой, как этот мытарь, да, мы видим в этом уже осуждение. И здесь он осудил блудницу, говоря, что, ну, как же, Господь ее, если бы он был пророк, он бы эту блудницу к себе не допустил бы. То есть мы видим, что и тут, и там фарисеи вели одинаково, хотя эти были два разных человека, но поведение их одинаковое, гордостное, с осуждением и с превозношением. И это как раз то, чего надо очень бояться, потому что мы, если в это состояние человек входит, он обрекает себя на слепоту к самому себе. То есть мы перестаем видеть свои грехи, если начинаем видеть грехи других. Взгляд человека, он однонаправлен. Я либо смотрю на вас, либо смотрю там вот на какой-то предмет рядом со мной, но в этот момент я уже на вас не смотрю. И наоборот, если на вас смотрю, я на этот предмет не смотрю. То есть я однонаправленно могу свое зрение использовать. Так же и внутреннее зрение. Если я смотрю на себя, на свои грехи, я других уже не вижу. А если я смотрю на другие грехи, на чужие, то я своих грехов не могу видеть. И здесь это надо помнить и всегда ловить себя на мысль о том, что если я вижу чужие грехи, значит, я уже в беде, я уже в опасности, значит, я уже сам себя не контролирую и не наблюдаю своего состояния души. Греховного. Мы всегда согрешаем. Не сомневайтесь, как бы мы ни жили, как нам кажется, хорошо и правильно, мы обязательно согрешаем. Человек, вошедший в воду, не может из него выйти сухим. Так же человек, родившийся в этом мире, не может не согрешать. Именно для этого и нужен спаситель мира, чтобы он спас каждого из нас от тех грехов, в которых мы вольно или невольно пребываем и участвуем в них. Вот здесь можно другое такое привести, аналогия, что если человек болеет, но не знает о своей болезни, он и не лечится. Он не видит своей болезни, он не видит, что внутри него развивается какое-то тяжелое заболевание, например, рак или еще что-то такое. Но если он об этом не знает, не видит и не верит в свою болезнь, то как он вылечится-то? Зачем ему лечиться? Он здрав. Как этот фарисей считал себя полностью здравым, в духовном смысле, как тот фарисей с мотарем считал себя полностью здравым, а значит и лечиться не мог. И наоборот, если человек видит свою болезнь, он обязательно ищет врача, а врачом духовных болезней является только Господь, и он прибегает к этому, как здесь мы видим на примере блудницы, как она прибежала буквально к Господу со своей болезнью духовной, или как тот при фарисее мытарь в храме молящийся, он прибежал ко Господу и просил его исцелить от этих греховных заболеваний. Так что и нам надо осознавать, что мы больны, и тогда мы будем всегда искать спасителя, лечащего нас. Много таких примеров, и Господь что сказал, что отпущаются грехи, так как возлюбило много. Много таких примеров, которые были такими великими грешниками для нас, показательными? Да, в Евангелии таких моментов очень много, и мы видим, что Господь везде и всюду, ну, там, он говорит прокаженным, да, там, 10 прокаженных исцеляй вера, но из 10 и один только явился к нему, и ему сказал, вера твоя спасла тебя. Мы видим, сотника, который также пришел и по вере Господь спас его сына. Мы видим около горы Фавор отца, просящего за бесноватого сына и восклицавшего веру и Господи помоги моим неверию, да, и там Господь тоже исцелил его. Мы видим в Капернауме как Господь исцелил расслабленного по вере четырех, которые его принесли и через крышу спустили пред Господом, потому что внести не могли из-за толпы окружающего, в дом не могли внести. То есть там вера не больного, а четырех его друзей также спасла его. Мы видим как Господь исцелил лежащего 38 лет при купеле Силаамской больного, но верующего. Он 38 лет ждал посещения Божия, и Господь пришел и исцелил его по его вере. Ну и так далее. Это множество таких примеров, которые мы видим и понимаем, что грешников Господь принимает с покаянием. Причем абсолютно разные грехи. То есть мы взять тот же наш равнопосланник Владимир, он же раньше язычник, какую жизнь? Если посмотреть его житие, там уже оснешься, как он уже раньше. Если брать не евангельских, то это еще больше количества мы насобираем. Ну, первый, кто вошел в Царство Небесное, это разбойник на кресте. То есть он хуже уже, так сказать, грешника, который был приговорен к казни смертной, чем этот разбойник. Ну, кого можно еще найти худшего? Тем не менее, он первый вошел в Царство Небесное, потому что он раскаялся на кресте. Князь Владимир, который был язычником, который и убивал людей, но потом был крещен и равноапостольным стал. Мы также понимаем, что Господь его принял и огромное количество таких людей. То есть нет греха непрощенного, кроме нераскаянного, да? Все грехи Господь простит, если мы в них покаемся. И грех самоубийства Господь не может только простить, потому что мы уже не можем покаяться, мы уже умерли. Как мы можем покаяться, будучи мертвыми? Только поэтому этот грех не прощается. Иуда, который предал Господа и потом повесился, он мог бы быть прощен Господом. Он предал бы, но пришел бы, потом покаялся. Как апостол Петр, да? Как апостол Петр, да, по его стопам. Тогда бы и Иуда остался бы в числе апостолов, и Господь бы и его принял покаяние. Но сам Иуда зачеркнул себе дорогу ко спасению, повесившись, то есть наложив на себя руки самоубийством. То есть пока мы в теле здесь живем и земной жизни. Мы можем все исправить. Мы должны пользоваться этим временем, пока мы живем в земном мире и пока мы имеем удивительную возможность прибегнуть к милости Божией через нашу веру, через наше покаяние, через таинство церковное и через добрые дела. Таинство исповеди, да, как раз снимает грехи. Да, да. Если кто ощущает себя вот таким грешником, то он должен прийти в церковь и исповедовать грехи. Все грехи, которые он исповедует пред Господом при свидетельствовании, засвидетельствовании этого священником, все эти грехи Господь ему простит. Все, что он покажет. Перед крестом и Евангелием. Крест Евангелия, священник и покаяние человека. Вот это необходимо. Вопрос такой задали, не знал, что ответить. Когда после исповеди Евангелия или крест в первую очередь целуются? Никакой разницы нет, лишь бы поцеловать и то и другое. Потому что и та святыня, и эта святыня, и в какой последовательности мы к этой святыне прикладываемся, никакой разницы нет. лбом не обязательно прикладываться? Не обязательно. Кто желает, можно и головой, челом приложиться, поцеловать и челом. А кто? То есть такого необходимого таинства в этом нет. Прикладываемся и мы таким образом удостоверяем свое почтение и любовь к Евангелию и почтение и любовь к Кресту Господнюю. Как даже в этой притче, целование Господу не дали? То же самое. Мы видим, что почтение, которое оказала ему блудница, Господом было оценено. И наоборот, не почтение фарисея, который не поцеловал Господа при встрече, было также оценено Господом и это было высказано фарисея, что ты меня даже не поцеловал, а она мне ноги целовала все время. То есть мы видим, как Господь к этому относится. То есть мы хотим поцеловать Господа. Вот, пожалуйста, перед нами Евангелие, крест. Да, через это мы соприкасаемся с Богом. А если мы еще причащаемся, то мы в себя принимаем тело и кровь Христова, но это высшее таинство этого нет. Господь говорит такие удивительные слова «Вера твоя спасла тебя», который уже свидетельствует, что уже здесь человек спасен, спасла тебя. И эти слова Господь неоднократно говорит в Евангелии. Предлагаю рассмотреть эти случаи. То есть первый, это наш рассмотренный случай, мы уже с вами проговорили. Еще, когда кровоточивая женщина подошла к Господу в толпе, прикоснулась к краю из одежды, и тоже Господь, она испугалась, но Господь, вот ты сказал, вера твоя спасла тебя. Вот что же такая за спасительная вера? Ну да, тайна подошла ко Господу, и Господь даже не видел этого. Она просто прикоснулась к его одеждам, и через это была исцелена от той болезни, которой она десятилетиями болела, страдала. 12 лет она кровотечения была у нее. Соответственно, но вера спасла тебя. Почему? Потому что вера вменяется в праведность. Мы это читаем в Ветхом Завете, еще Аврааму Господь сказал, твоя вера вменяется тебе в праведность, потому что каких-то других дел веры на тот момент Авраам не делал в плане того, что не было храма, не было каких-то особых молитв, богослужения тогда еще не было во времена жизни Авраама. Жил он среди языческого Вавилона, Месопотамия, то, что сейчас Ирак находится где. И Господь ему вменил, что он среди этого язычества и идолопоклонства он веровал в единого Бога. И только за эту веру Господь посчитал его праведником, вывел из этого языческого государства и привел в землю обетованную, то есть обещанную праведником землю, самим Богом обещанную. И на этом примере мы видим, что и другим людям Господь вменяет в праведность их веру. Но что же все-таки особое отличие, даже взять этот случай, когда женщина кровотачивая прикоснулась ко Господу, ведь там за ним шла тысячная толпа, огромные люди, и не просто же так они зашли. Наверняка же в этой же толпе тоже были какие-то люди, которые и больные шли за ним тоже с какой-то верой. Здесь что-то особенное? Мы видим, что, конечно же, у каждого вера своя, так сказать, по силе своя. Мы видим, что из тех многих тысяч людей, которые теснили Господа, и о чем апостолы воскликнули, кого ты ищешь, что тебя теснят сотни тысяч людей, лишь одна была Господом удивительным образом выделена. Мы видим, что даже среди апостолов апостол Петр единственный, кто ходил по воде. То есть ему Господь по его вере дал возможность пройтись по воде. И он в итоге первоверховный, посчитается. Первоверховный. Так же, как и апостолу Павлу, который был гонителем, который был грешником, и присутствовал при убийстве Стефана, первомученика, и в Дамаск шел с тем, чтобы там арестовать всех христиан, привезти их в Иерусалим на судище. Тем не менее, апостола Павла Господь тоже избрал своим сосудом избранным, как это сказано, и его твердая и горячая вера была тем, что Господь в нем оценил величайшим талантом, за который был апостол Павел также награжден первой верховностью. То есть это именно горячность сердца? Мы видим, что Петр был очень горяч сердцем, и Павел был очень ревностен горячим сердцем, и за это Господь их особо оценил, именно ключи от Царства Небесного кому даровал? Петру. И в этом и для нас большой такой урок и пример, что и мы должны горячо веровать и любить Бога, и тогда и мы будем выделены из этих тысяч людей, которые ходят в храмы, а именно нам Господь даст то, что мы просим по своей вере, как к той женщине кровоточивой в толпе людей. Именно к ней Господь обернулся. Да, и та женщина, которая сегодняшний наш случай рассматриваем, когда прикоснутся к ногам, ведь наверняка же ее и отталкивали, наверняка же она все-таки и переступила через свою гордость, что они скажут, ей же было все равно. Да, то есть у нее настолько эта вера внутренняя в Бога была горяча, что она ее жгла и двигала к этому поступку. То есть вера, она не может быть без дел. Вера без дел мертва, как апостол Павел сказал. Такую же веру мы видим в слепце в Артемии, который сидел на дороге от Иерихона в Иерусалим и кричал в будущем. Мы говорили, да, перестань кричать. А ему же так же затыкали рот, молчи, что ты кричишь, не до тебя тут и все. А он продолжал кричать, как эта женщина пробилась ко Господу. И он пробился ко Господу и в итоге Господь его исцелил от врожденной слепоты. У него глазницы были пустые, яблок глазных не было. А Господь его исцелил, он стал зрячим и не только телесно, но и духовно верующим человеком, потому что верующий человек он еще и обретает духовное зрение, духовное знание, духовное понимание. А он же даже Господа исповедовал, да? Да. Он же кричал Иисусе, сыне Давидов, помилуй меня. То есть он говорил о нем как о Мессии. То есть все знали, что из пророчеств, что Мессия из рода Давидова будет и что он придет спасать людей. Вот, собственно, именно так к нему и относился. Сыне Давидов, помилуй меня. Кто может помиловать кроме Бога? То есть он к нему относился как к Мессии, как к Богу и, собственно, он и получил от него подарок божественный, исцеление. Да, и важно, что они не просто там сидели, да? То есть они искали Бога. То есть мы как видим... Мы это читаем даже в Евангелии, и сам Господь говорит, ищите, и обрящите, стучите, и отворят вам. То есть мы это просите и дастся вам. То есть мы это видим в прямом, так сказать, Слове Божьем. И здесь мы видим, что эти люди, что Артемей, что вот эта женщина, что там Мария или там Магдалина, да? Мария, брата Лазаря, сестра Лазаря, да? Которая всегда сидела у ног Господа, Которая вот ее не отогнать было буквально, хотя там Марфа носилась, так сказать, готовила стол, угощение, там что-то такое по хозяйству. А что она сидит-то, да? И даже на нее роптала Господи, скажи ты ей, чтобы мне помогла, чего она сидит? Нет, она избрала себе лучшее. Благую часть. Да, благую часть. Поэтому это все мы видим сбывающимся на этих людях. И в этом как раз яркий пример того, как и мы должны. Мы должны брать пример с этих людей. Если мы будем также сидеть у ног Господа и оплакивать свои грехи, слезами орошая его ноги и служа ему внимательной молитвой, внимательным послушанием, как Мария это делала, или как Лазарь, который любил Бога и Господь его воскресил от мертвых. То есть мы таким же образом будем оценены и мы, как их Господь оценил. И таким же образом наши молитвы, наши просьбы будут услышаны Богом по мере нашей любви и по мере нашей веры. То есть вот это все то, что есть у нас и мы можем это использовать. к сожалению, часто люди об этом не знают и не используют это. Даже удивительно, что приходят в храм веруешь, да, верую, молишься, нет, не молюсь. Ходишь в храм, хожу, ну вот свечку поставлю, а вот причащаешься, исповедуюсь, нет, не причащаюсь, не исповедуюсь. Это удивительно. Это все равно, что будучи больным, ну допустим, с аппендицитом, прийти к хирургу, поговорить о своей болезни и уйти. Ну ты помрешь, тебе хирургическую операцию должен сделать хирург. Или прийти в магазин, да. Да, посмотреть на все, как все вкусненько и уйти, ничего не купив. Голодным оставшись. и умереть от голода, будучи, имея возможность купить и покушать и все. Но вот здесь такие люди напоминают мне вот совершенно неразумных детей, которым, как Господь говорит, им играли на флейте и плакали, а они вот ни то, ни другое не приняли. То есть Господь и так, и так, и так дает нам возможность ко спасению, а многие этим не пользуются, хотя, как они говорят, мы веруем в Бога. И тогда начинаешь спрашивать, ну если вам, если вы веруете в Бога, вам помощь Божья нужна? Они говорят, нужна. Но вы ее просите? Помощь Божья? Нет, не просим. Где логика? Логики нет. В таком поведении, к сожалению. А вообще вера имеет какую-то такую собственную силу? Вера имеет огромную силу, потому что она открывает дверь для прихода Господа в жизнь человека. То есть без веры Господь не может прийти к человеку. То есть как проводник, когда на чистоту мы настраиваемся на дно? Ну, можно так сказать. А можно так, чтобы Господь вошел к тебе в дом, в твою жизнь, ты должен дверь перед ним открыть, потому что Господь стучится лишь и ждет, когда мы откроем. Это в Евангелии мы читаем. И мы читаем также, что в Назарете Господь в родном своем городе, где он рос с малолетства, он не мог сделать никаких чудес, совершить, лишь несколько малых чудес сделал, за неверие их. И сам удивлялся их неверию, и поэтому не мог сделать им добра, то есть исцелять, воскрешать и всячески помогать, и бесноватых там исцелять. То есть по их неверию. Вот это удивительно, но так устроен этот мир, так мы созданы, так Господь нам дал такую свободу выбора, что если мы хотим, мы можем Бога впустить в свою жизнь, тогда Он начнет в нашей жизни творить чудеса. Если мы не впускаем Бога в свою жизнь, то чудес в нашей жизни не будет. Мы будем лишь все деградировать, деградировать, все дальше, дальше отходить от Господа, и чем дальше мы будем от него отходить, тем слабее будет наша вера, потому что вера, она укрепляется делами, она укрепляется вот этими чудесами, которые Господь, приходя к нам, показывает нам, как этому фарисею, как апостолу Петру, как другим апостолам, как исцеленному, или как Лазарю четверодневному, как Марфе и Марии, то есть, он каждый раз, приходя к ним, к верующим в него, он показывал огромное количество чудес, творил все, что они просили, все, что им было на пользу, и через это их вера укреплялась. У нас осталось очень много времени, полтора минуты, но еще один случай, обязательно мы с вами скажем, да, тоже вера твоя спасла тебя, говорит Господь, благодарным прокаженным, то есть, из десяти, там, исцеление получили все, но только один вернулся, и дар вечной жизни получил один. Вот здесь тоже интересный момент, что, казалось бы, ради одного этого Господь десятерых исцелил. Если бы не было этого одного благодарного, который вернулся, поблагодарил Бога, хотя он был с Маринином, и остался с ним, он был с Маринином, он бы, Господь не исцелил бы тех, то есть, за его веру, за его благодарность Господь исцелил этих девять человек в том числе, а так, они бы остались бы без получения просьбы своей, но этот человек, он и себя спас, свою веру, и спас всех своих еще девятерых, соучастников этой страшной болезни. тоже неизвестно конец этой истории, может быть, потом болезнь к нему и вернулась. У нас часто так бывает, человек приходит в церковь, что-то просит, получает просимое, а потом все опять забывает Бога. Ну, бывает так, да, Господь говорит, что если беса изгнали и не дополнили душу благодатью Божией, то бес возвращается с семью худшими бесами туда, в эту душу через какое-то время. То есть, святое место пусто не бывает, поэтому, конечно же, мы не знаем, что произошло с теми девятью, но мы видим, что по вере и благодарности Господа одного девять избавились от проказа. Да, наша сегодня перенача завершается. Заключительное слово вам, пожалуйста. Всем помощи Божией в трудах постнических, и берите пример с Марией Египетской, и веруйте, что и вам Господь даст по вашим просьбам, по вашим молитвам, совершенно так оно и будет, лишь бы вы веровали, горячо молились Господу, ну и благодарили Его, конечно, и творили дела Ему угодные. Помощи вам Божией. Да, благорение, кстати, такими, что вы к нам приехали, приезжайте еще. До свидания. Спасибо. На сегодня все. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok